В Чебоксарских школах в настоящее время более 90 профильных классов. Занятия в них проходят с выходом на предприятия города. Например, ученики 24-й отправляются в практику, на практику в лаборатории электромеханического колледжа и на электропартный завод. А десятиклассники медицинского класса школы номер 31 и вовсе делятся с родителями планами, что сегодня у них после второго урока настоящая хирургическая операция. Одна из операционных Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования превратилась в школьный класс. Конечно, большинство учеников будет наблюдать за ходом манипуляций хирургов дистанционно, следя за событиями в прямом эфире на большом экране. Но нескольким смельчакам предоставился шанс увидеть, как все устроено не в медицинских сериалах, а по-настоящему. Очень хочется посмотреть и узнать, как выглядит кухня изнутри, чтобы понять для себя, мое это или, может быть, нужно еще подумать. Операцию, одну из сорока из запланированных в центре, проводит главный врач Николай Николаев. Он сам тоже сделал первые шаги в профессию, когда был ровесником этих ребят. Первую медицинскую практику я еще получил, будучи в 10 классе. То есть во время летних каникул приходил в качестве санитара и помогал медицинским сестрам. Медицинское профильное направление в столичных школах появилось еще в 90-е годы прошлого века. 31-я школа имеет хорошие традиции и корни здесь. Сотрудничает с медицинским факультетом Чуварского госуниверситета и медицинским колледжем. В 31-й школе выпускники прошлого года более 80% поступили на медфакт. Для нас это как раз и показатель того, что профильные классы – это правильное направление для выбора будущей профессии. Сухая теория – это в 21 веке не вариант. Познакомиться с будущей профессией на практике значит приобрести навыки, которые помогут спасти жизнь. И на этом уроке школьники познакомились с озами оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде. Анжела – имя медицинского робота. Инструкции от медиков наглядные, и каждый может испытать свои силы и попрактиковаться. Ведь в критический момент важно не растеряться и знать, что делать, даже если врача рядом нет. Две минуты, правильно сделано искусственное дыхание, и Анжела открывает глаза. Значит, будет жить. Анна Филипова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.